Хауди-хо, друзья! Все мы прекрасно знаем, что Windows это глючное говно, и из коробки там идут соответствующие программы. Ёлки, Microsoft это и сам признаёт. Они даже недавно решили перевести свой у**лый браузер на движок хромиума. Интернет они, б***ь, ставят! Интернет! Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! И всё бы ничего, вот только из-за этого возникают неприятные штуки. Во-первых, твой компьютер из-за таких встроенных программ гораздо легче подвергается вирусам. Во-вторых, проги эти заметно подтормаживают и грузят систему, что не очень кошерно, особенно если у тебя слабый комп. Так вот, я предлагаю удалить этот софт прямо сейчас и прямо здесь. Это не только освободит пару сотен мегабайт свободного места, но и для некоторых людей не слабо так ускорит систему. В общем, поехали. Можешь просто повторять за всем, что я буду делать. Хей, если ты веб-программист или просто дизайнер, то обрати своё внимание на сервис One от TemplateMonster. По простой подписке за 19 долларов ты получишь доступ к более чем 8000 элитных готовых тем, плагинов, стоковой графике, иллюстрациям и всему такому. Эта уникальная возможность позволит фрилансерам и не только им зарабатывать ещё больше, используя по сути всю продукцию TemplateMonster просто по подписке. Такий сервис очень даже неплох, ну а ссылка будет в описании. И начнём мы с чистого зла. Это чистильщики системы, которые заодно почистят все твои таблеточки, чтобы слетели все твои пираточки. Ну а если серьёзно, то проги вроде SeaCleaner, Glary Utilities, ViceCare, SystemCare и их собратья — это полный пиздец. На деле они ничего такого не делают, чего бы не могла стандартная очистка диска. Более того, все эти твикеры и оптимизаторы встраивают свои службы, запускают свои процессы, забивают автозагрузку и тем самым сами же нагружают компьютер. Единственное, что из этого всего тебе реально нужно — это оптимизация автозагрузки и возможность с корнями удалять какую-то программу. Но опять-таки для этого уже есть отдельная программа. Взять хотя бы тот же Revo Uninstaller или ещё лучше его бесплатная альтернатива — Regorganizer. Кстати, да, тот же Regorganizer — это, пожалуй, единственная программа, которая может принести пользу в плане оптимизации. В ней ты сможешь с корнями удалить ненужный софт, аккуратно и эффективно убрать ненужные проги с автозапуска, а также твикнуть реально полезные конфиги для ускорения интернета, системы и скорости загрузки компа. И вот на этом весь функционал проги заканчивается, потому что всё остальное просто не нужно. Так что смело удаляй все свои чистильщики системы и ставь себе сразу Regorganizer. Кстати, удалять желательно из самого Regorganizer, он это делает правильно и не оставляет никаких следов системе. Ну а ссылку на скачивание Regorganizer, последние версии, я оставлю в описании специально для тебя. Дальше под снос идут Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight и Java. Это особенно актуально, если ты не переставлял винду уже несколько лет. Скорее всего, у тебя эти проги есть и их по-хорошему нужно удалить. Исключением может стать разве что только Java, но это редкость и он нужен в основном только тем, кто запускает всякие Майнкрафты. И хотя тот же Adobe Flash Player уже давненько сдох, его всё ещё используют на некоторых сайтах. Плохо то, что в нём имеются дыры в безопасности, которые эти недобросовестные сайты эксплуатируют. Официальная же поддержка Flash заканчивается только в 2020 году. Что же касается и Silverlight, его прекратят поддерживать в 2021 году. Соответственно, кое-где и он тоже по сей день используется. И это всё так же небезопасно, и поэтому его тоже надо удалить. Что же касается Java, то я честно уже лет 5, наверное, не видел аплетов на ней. Поэтому по-хорошему её можно оставить, но если ты не шаришь, что это и зачем, лучше удаляй. Если пригодится, установишь. А сейчас она просто занимает лишнее место и жрёт лишние ресурсы. На очереди у нас мусорный Amigo. Да им кто-то ещё пользуется. И весь подобный мусор софт. К этому списку относятся спутник Mail.ru, защитник Mail.ru, Яндекс.Элементы, панельки разные от Bing, Yahoo, Яндекса и менеджер браузеров и всё такое. Реальные пользы от всего этого софта по нулям. Зато они эффективно грузят систему, засоряют внешний вид и даже создают дыры в безопасности. И даже подсовывают свои стартовые страницы в твой браузер. Сами ставят свои расширения в твой браузер. А ещё устанавливают всякие китайские антивирусы, которые потом хрен удалишь. В общем, ещё та головная боль. После того, как ты всё это удалишь, я бы порекомендовал поставить тебе маленькую утилиту под названием Unchecky. Она сама за тебя при установке новых программ снимает галочки, запрашивающие разрешение на установку всего такого мусора. И делает это даже если они хитро скрыты или почти незаметны в ходе установки. Ссылку на скачивание Unchecky ты найдёшь в описании под роликом. Утилитка мелкая, но очень полезная. В очередь на плаху... Дальше у нас выстроились метро-приложения. Это особенно актуально для пользователей Windows 10 и 8. Дело в том, что такие приложения, как 3D Builder, Xbox, карты, OneNote, финансы и всё такое, это крайне ненужный софт. И всё бы ничего, но эти проги умеют в фоне сжирать не только место на жёстком диске, но и нагружать процессор и даже интернет. Причём тебе не обязательно ими пользоваться, чтобы от них шла какая-то нагрузка. За тебя всё сделают службы и автозапуск. Соответственно, чтобы их удалить, нужно запустить PowerShell. Затем в открывшемся окне по очереди вести вот такие команды. Это удалить твоего компа 3D Builder, сервисы от Bingo и Player Groove Music. По моему мнению, это самое ненужное. Всё остальное удаляй на своё усмотрение. Файлик с этими командами и полным списком встроенных приложений, которые ты так можешь удалить, я оставлю в описании. Просто вбивай соответствующие команды в PowerShell, и приложения, которые тебе больше не нужны, будут удаляться. Ещё я никак не могу не затронуть больную тему у пользователей Windows 10, 8 и даже 7. А именно, телеметрия и все запутствующие проблемы. В частности, телеметрия сжирает твой интернет и почём зря нагружает процессор. И всё это, чтобы отправить какие-то собранные о тебе данные во всем известные места. Я эту концепцию не поддерживаю, и поэтому удаляю всё, что связано с телеметрией, и отключаю ненужные службы. Вручную это делать довольно сложно, поэтому я пользуюсь специальной маленькой программкой. Ссылку на скачивание этой проги я тоже оставлю в описании. Её нужно просто запустить от имени администратора и проставить галочки вот таким образом. Ну или по-своему, если ты шаришь. После этого нажать на кнопку Go, чуть-чуть подождать, и когда всё закончится, перезагрузить компьютер. Таким образом, эта прога отключит всю слежку, вырубит соответствующие отслеживающие службы, удалит все текущие накопленные от тебя отчёты, и в общем-то отключит телеметрию. Единственное, что следует помнить и делать, так это то, что после обновления винды, даже самого мелкого и незначительного, телеметрия обычно снова включается. Поэтому, если ты видишь, что винда обновилась, снова проделай этот процесс. Ну или выключи автообновление винды, так тоже можно. Ну и наконец, посоветую самую годную программу для очистки места на жёстком диске. Я о ней как-то раз уже упоминал, но только недавно опробовал в деле и ощутил всю её прелесть. Viztrip позволит тебе за несколько минут определить и удалить ненужные файлы на жёстком диске, о которых ты, возможно, забыл или ещё что-то. Я таким образом освободил порядка 500 гигабайт места на своём жёстком диске, просто потому что забыл о каких-то играх, о каких-то фильмах, и о каких-то установщиках, и всяких таких файлах. Вот такими цветными квадратами прога показывает самые жирные файлы, и чем больше квадрат, тем, соответственно, жирнее файл. Соответственно, всё, что тебе нужно, это запустить прогу, выбрать какой локальный диск сканировать, нажать на кнопку «Анализ», чутка подождать, а затем смотреть на самые жирные квадраты. Ну а если на такой квадрате кликнуть, чуть выше откроется проводник в древовидном виде, показывающий, сколько весит этот конкретный файл, и сколько весит вся папка, в котором он находится. Как я уже сказал, программа реально полезная и очень удобная. Считанные минуты позволят вспомнить о забытых файлах, и тем самым очистить себе немало места на диске. Ссылку на скачивание висшри последней версии я тоже оставлю в описании под роликом. Ну а на этом у меня, пожалуй, всё. Я рассказал о самых неприятных программах, которые нужно избегать, и которые нужно по-хорошему удалить прямо сейчас, если они у тебя установлены. От них нет никакой пользы, сплошные проблемы. Ещё я предложил годные альтернативы и просто хороший софт, который действительно можно назвать полезным. И даже оставил ссылки в описании, переходи и скачивай. Ну а тебе осталось поставить свой царский лайк, подписаться на канал, и, конечно же, включить колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые выпуски. Удачи и добро пожаловать в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok